Окончание строительства перинатального центра в Щелкове ждут с нетерпением, поэтому к объекту приковано пристальное внимание со стороны администрации района и региональных властей. На объекте сейчас работают 300 человек, ведется отделка помещений, благоустройство прилегающей территории. Чтобы первые роды здесь могли принять как можно быстрее, темпы строительства необходимо наращивать. Об этом во время визита на перинатальный центр говорил зампредправительства региона Герман Елянюшкин. У компании подрядчика сменился собственник и в связи с приостановкой финансирования была некоторая задержка. Мы достигли договоренности, что со среды здесь будет работать уже более 500 человек. У нас в планах сдача в декабре, пусконаладочные работы и в январе месяц завершение всех работ. Так зампредправительство планирует и в дальнейшем строго следить за ходом работ. На ближайшее время запланировано совещание со всеми субподрядными организациями. Вместе с Германом Елянюшкиным приехал и главный архитектор Московской области Михаил Хайкин. Он осмотрел благоустроенную улицу Парковую в Щелкове. Замечательный пример, когда улица создана, реновировано пространство. Здесь раньше были машины, вы помните, ездили. Сейчас хорошая пешеходная улица с вай-фаем, с лавочками, с местами для отдыха. В непосредственной близости к нашему важному объекту, перинатальному центру. На контроле и строительство детских садов в Первом Советском переулке ведется отделка. Продвигается благоустройство дворовой территории. Однако темпы работ низкие. В новом городке ситуация сложилась более позитивно. По мнению правительства Московской области, опасения вызывает детский сад на Первом Советском переулке. В связи с тем, что сроки у нас окончания этого года еще много чего не доделано. А что касается детского сада на новом городке, коллеги остались довольны. Сад действительно в высокой степени готовности. Были представители госстроенадзора и рекомендации от правительства Московской области предъявлять этот сад к воду. Я думаю, что в начале декабря мы этот сад торжественно откроем. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».